Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Ну вот пришел наш последний день в Норвегии. Наша цель была проехаться по стране. Немножко не хватило времени, потому что надо было бы, ну, как минимум 7 дней. Тем не менее, за двое полных суток в машине мы успели очень многое посмотреть и получили огромное впечатление о стране. Это мой восьмой фильм о нашей двухдневной поездке в Норвегию. И в этом фильме я делаю такое, как обобщение, что посмотреть в Норвегии за два дня на автомашине, когда вы едете из аэропорта Сандефёрд в Айтфёрд. Мы летели из Риги в Осло, используя Райанэйр. А приземлились мы в Сандефёрд аэропорту и там сорендовали электромашину, чтобы передвигаться по стране. В Норвегии хорошая система электрозарядки автомобилей. Кроме того, платные дороги и автостоянки для электромобилей бесплатны. Чтобы очутиться на живописной дороге номер 7 Харденгарвида и проехать через тундру, вы должны пересечь всю Норвегию. Мик купил мне кофе и булочку. При зарядке автомашины на 81% мы можем проехать 330 километров. Мы где-то уже часа два, чистых часа два ехали с перерывами попить водички, остановиться, опахнуть. Вот посмотрите, как классно тут. Такая красивая река. Мы едем в сторону Пергена. Не знаю, доедем мы или нет, потому что это довольно далеко. Но тем не менее мы наслаждаемся как нашей машиной, как прекрасной природой, как и Норвегией. Поехали дальше. Окей. Уникальнейшую деревянную архитектуру, а также зеленые крыши вы обязательно должны посмотреть в Норвегии. Так интересно, мы заехали на ферму, где очень много овец. И слышны звоночки, которые у овец на шее, в то время как они едят траву. Слышите? Поездка длинная, и вы должны будете сделать несколько остановок. Мы останавливались в нескольких местах. Хаугастол, Чуранд, Харгенденвиде, Форенфосен и некоторых других местах. Очень интересное место. Тут запрещено купаться, запрещено идти на тот мост. Но тут можно смотреть. Мы думали, что это такое? Воды много, но какие-то трубы уходят наверх. И говорят, что это качают воду туда наверх. Может быть. Да. В сетевом магазине Киви мы купили несколько видов закусок и напитки в дорогу. У реки мы увидели очень красивую деревню с зелеными крышами. Они вырабатывают эти дома или люди просто живут здесь? Окей, это очень красивый место, чтобы жить. Да, это очень красивый место. Хорошо. Оказалось, что люди здесь живут и сорендовать эти дома нельзя. Мы остановились в Джейло, чтобы переночевать и зарядить нашу автомашину. Джейло находится как раз посередине пути между Осло и Бергеном. Это курорт зимнего отдыха и горнолыжного спорта, достаточно популярного в Скандинавии. Сегодня второй день нашего пребывания в Норвегии. И мы направляемся в сторону Эйтфьорда по живописной дороге номер 7 Харденгервида через тундру. Живописная дорога номер 7 тянется от Хаугастола до Эйтфьорда. Длина этой дороги 67 километров. На этом живописном маршруте вы увидите узкую крутую долину Мобедален, великий водопад Порингфоссен, высокие горы и глазеры вдалеке, а также Харденгервиду, крупнейшее горное плато Северной Европы и крупнейший национальный парк Норвегии. По этой дороге вы обязательно получите удовольствие от поездки, потому что пейзажи меняются, а природа не только такая разная, но и очень красивая. Велезаем из машины. Довольно прохладно сегодня. Сегодня мы на пути из нашей гостиницы, забыла, как называется, город. Мы едем в сторону Бергена смотреть Эйтфьорд. И вот тут мы увидели такую плотину, дамбу такую. И вот посмотрите, какие тут целый город из сложенных камней. Мы рады, что мы тут. Агнесса сказала нам, что в Осло сегодня дождь. У нас прохладно, немножко облачно, солнца нет, но тем не менее дождя тоже нет. Мы решаем сложить своего тролля из камней. И Мику это удается. Это было очень интересное место для остановки, и мы это сделали. А теперь давайте в теплую машину и вперед. Нам трудно представить, как люди живут здесь, но очевидно, они привыкли почти никого вокруг. Смотрите, я пришла фотографировать вот это красивое красное поле с овцами. И смотрите, тут растут ягоды. Видите? Немного похоже на бруснику. Видите, как много? Бруснику. Не знаю, какие-то вот ягоды на таком, прямо мох, вот такой мох на камне, и на нем растут ягоды. Норвежцы называют эту ягоду креклинг. Благодаря своим мочегонным свойствам их также называют мочегонные ягоды. Они питательны для здоровья. Мик говорит, что ему показалось очень интересным то, что в этой местности очень много прудов разного размера. Нет, 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 нет. Это опасная района. Мы приехали сюда на место, которое называется Сторлиан. Крафтверк. Мы не знаем, что это такое, но это интересная конструкция, которая пересекается. Горная речка. С левой стороны такое бассейн образуется, а в сторону сделаны пороги. Кроме того, вам запрещено здесь прыгать. Вот там камни минерализуются, они белые. Но на случай, если вы все-таки прыгнете, тут для вас приготовили спасательный круг. Вот смотрите, тот красный. Круг! Мы тут на мосту, на каменном мосту. У очень больших камней и очень сильной горной воды, горной ветки. Мы проехали несколько туннелей. Да, и тут действительно чувствуется мощь гор. Правда, в этом месте уже не так холодно. Видите, какие скалы тут. Да. У-у-у! И мы на старом каменном мосту. Столько звука от силы воды здесь. Просто восхищаешься природой. Да, смотрите. Вау! Мы остановились в прекрасном месте. Эйдфёрд называется вот место, которое здесь. Вот если есть райский уголок в мире, то тут один из них. Посмотрите, как прекрасно. А там очень интересная структура горы. Конечно, вы можете оставаться дольше в каждой из точек, которые мы вам показали в этом фильме. Однако у нас было всего два дня, и нам нужно было ехать обратно в Сандерфёрд. Прекрасная Норвегия. К сожалению, мы её сегодня покидаем, но говорим, что возвращаемся. А сейчас мы едем в аэропорт, чтобы сдать машину компании Эмис. И мы также покидаем друг друга, но ненадолго. Я лечу в Ригу. Мик летит в Лондон. Потом из Лондона он вечером летит в Ригу. Я его буду встречать уже в Риге в аэропорту сегодня в полночь. Так что мы разлетаемся по разным странам. Тем не менее, мы счастливы, что мы решили провести этот короткий уикенд в Норвегии. Следите за моим каналом. Я собираюсь быстро и куда-то. Надеюсь, вам интересно узнавать новые вещи в разных странах, о разных традициях, о людях и через мои впечатления. Мы с Миком по аэропорту. Я лечу в Ригу через примерно час-два. Мик через четыре часа после меня летит в Лондон. Надеюсь, мы встретимся сегодня поздным вечером в Риге опять. Мы очень довольны поездкой. Было всего двое суток. Но мы столько всего видели. Это был первый раз для нас в Норвегии. Мы получили огромнейшее представление о стране и обязательно хотим вернуться сюда. И вам советую. Мы любим Норвегию. Точно. Кроме этого, на моем канале есть еще семь фильмов более подробных о Норвегии. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok